Посмотри, где я записываю это видео. Не знаю, какой будет звук, но я попробую его обработать так, чтобы разницы почти не было. Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатеющий Ди, и добро пожаловать в новое видео. Я обещал связаться с тобой сразу же, как только найду что-то интересное о последствиях долговой сделки. И я нашел. Тебе обязательно нужно знать эту информацию. Поэтому не забудь поставить лайк. Каждый лайк – это 10 показов видео. Если мы наберем 3000 лайков, это видео увидит 30000 человек. 30000 человек будут предупреждены и будут знать, чего можно ожидать от заключения долговой сделки. А это, поверь мне, важно абсолютно для всех рынков – валютных, криптовалютных и фондовых. Итак, министр финансов США Джанет Йеллен в скором времени может стать самой большой проблемой экономики. Пока все внимание сейчас приковано к потолку долга и недавней долговой сделки, нам нужно начать беспокоиться о том, что будет после этой долговой сделки. Теперь давай на секунду представим, что вся мировая экономика не упадет в бездну, и что они действительно поднимут потолок долга, как обещают, еще на два года. Также давай на минуту представим, что ты – этот Джанет Йеллен. Итак, вы только что закончили с этой долговой драмой, потолок долго поднят, а счет казначейства практически пуст, у Минфина почти закончились деньги. Что же ты сделаешь? Что сделает Джанет Йеллен, как только потолок долго будет поднят? Она соберет каждый доллар с рынков, который только сможет. Она наверняка выпустит целую кучу новых казначейских облигаций США, новых государственных облигаций. Во-первых, она зальет рынок новым предложением облигаций. Во-вторых, она собирается занять большую часть доступного предложения долларов на рынке облигаций. Таким образом, она наполнит эти счета казначейства США и спасет их от банкротства. Другими словами, если говорить проще, она собирается высосать всю ликвидность на рынке облигаций, в то время, когда рынок облигаций, банки и рынок недвижимости и так борются за каждую каплю ликвидности. И совсем не похоже, что федеральная резервная система собирается покупать все эти нововыпущенные облигации, потому что они все еще занимаются количественным ужесточением. Джером Пауэлл не собирается просто пойти и напечатать деньги, чтобы скупить все эти новые облигации, которые Джанет Йеллен собирается выбросить на рынок. Не забывай также и то, что ФРС тоже сокращает свой баланс в рамках политики количественного ужесточения. Таким образом, ФРС США тоже высасывает ликвидность с рынка облигаций прямо сейчас. Кто-то в основной финансовой прессе начал освещать то, что произойдет после сделки о потолке долга. Блумберг пишет. Уолл-стрит опасается афтершока на 1 триллион долларов после долговой сделки. Этот шаг, пишет Блумберг, может привести к утечке ликвидности на сумму в 1 триллион долларов из системы, что нанесет ущерб рискованным активам. Об этом практически никто не говорит сейчас. Все обсуждают только саму долговую сделку, но не понимают, к чему она может привести. Многие на Уолл-стрит предсказывают, что законодатели в конечном итоге достигнут соглашения, которое предотвратит разрушительный дефолт по долгу. Но это не означает, что экономика останется невредимой в результате попыток казначейства США вернуться к обычной деятельности, как только оно сможет снова увеличивать долг. Что они имеют в виду под обычной деятельностью? Это превращение будущего граждан в залог под новые долги, которые потом тратятся, например, на какие-то социальные эксперименты или же, например, войны. Не зря же они говорят про увеличение военного бюджета на целых 11%. Об этом мы говорили в прошлом видео. Анонимный ветеран рынка говорит, что казначейству США придется срочно пополнять свой сокращающийся запас наличности, чтобы сохранить способность платить по своим обязательствам. Как они будут это делать? Они будут массово продавать казначейские вексели на сумму более 1 трлн долларов к концу третьего квартала 2023 года. Такой всплеск предложения быстро выведет ликвидность из банковского сектора, повысит ставки краткосрочного финансирования и закрутит гайки в экономике США, которая находится на пороге рецессии. Если быть точным, по словам Джерома Пауэлла, на пороге умеренной рецессии. По оценкам Bank of America, действия казначейства США после долговой сделки будут иметь такое же воздействие на экономику, как повышение процентной ставки на четверть процента. И моя интуиция подсказывает мне, что это заниженные цифры. Я думаю, что заимствование казначейством триллиона долларов в период между сегодня и концом третьего квартала 2023 года не такой уж и большой срок. И поэтому он окажет гораздо большее влияние на рынок, чем повышение ставки на 25 базисных пунктов. Причина, по которой меня так беспокоит будущий, внезапный для многих всплеск заимствования казначейством США на сумму вплоть до 1 трлн долларов, заключается в следующем. Это повлияет на силу доллара и на процентные ставки. Как казначейство получает деньги? Как правительство получает деньги, а не получает деньги, выпуская облигации? Что же произойдет с рынком облигаций, если спрос останется прежним, но на рынок внезапно хлынет новое предложение облигаций? Предложение растет, спрос остается прежним, значит цена падает. В случае с облигациями и казначейскими облигациями США цены и процентные ставки находятся в обратной зависимости. Поэтому если Джанет Йеллен внезапно выбросит на рынок целую кучу новых облигаций и обрушит цены на них, это будет означать, что процентная ставка по этим облигациям вырастет. Более высокие процентные ставки означают более высокие процентные ставки по таким вещам, как автокредиты, ипотечные кредиты, кредитные карты, коммерческая недвижимость. В целом, процентная ставка на все, что люди берут в долг или в кредит, основана на казначейских облигациях США. И Джанет Йеллен собирается повысить эту процентную ставку своими будущими действиями. Другой вопрос, а что же произойдет с предложением и спросом на доллары? Если Джанет Йеллен буквально высосет триллион долларов с рынков, взамен наполнив его своими облигациями, это вызовет резкий всплеск нового спроса на доллары. Джером Пауэл больше не печатает их, поэтому предложение фиксировано. Если спрос на доллары растет, а предложение остается прежним, это означает, что цена на доллары растет. Что же определяет цену доллара? Процентные ставки. Так что с какой стороны не посмотри, Джанет Йеллен собирается поднять процентные ставки, как только получит на это разрешение Конгресса, как только у нее появится новое пространство долга, как только потолок долга будет повышен. И мы уже можем видеть это на графиках. Это график индекса доллара США, который показывает силу доллара США по отношению к другим мировым валютам. Евро, иена, канадский доллар, австралийский доллар и так дальше. Как ты видишь, доллар сейчас значительно укрепляется по отношению к другим валютам мира. Валютный рынок уже начинает предчувствовать, что на горизонте нас ожидает дефицит доллара. Теперь, если потолок долга будет поднят, индекс доллара будет еще выше, потому что Джанет Йеллен, как пишет Блумберг, должна высосать из рынка ликвидность на сумму в 1 триллион долларов, тем самым увеличивая спрос на эти доллары и отправляя цену на них выше. Это повысит давление на рискованные активы. Об этом Блумберг пишет вот здесь. И это действительно плохая новость для банков, которые и так сидят на куче нереализованных убытков на счетах. Это 620 миллиардов долларов нереализованного убытка. Эти убытки были вызваны ростом процентных ставок. Почему? Чем владеют банки? Банки владеют большим количеством казначейских облигаций США. Они владеют большим количеством облигаций. Также они выдают большое количество кредитов. Фактически они владеют всем тем, что теряет свою ценность при повышении процентных ставок. Поэтому, когда Джанет Йеллен займет триллион долларов в течение нескольких месяцев после повышения потолка долга, это окажет еще большее давление на банки, которые и так переживают не лучшие времена в последние три месяца. Это также ударит по офисным зданиям, торговым площадям, многоквартирному жилью. Другими словами, по коммерческой недвижимости посмотри на это. Рост процентных ставок, ужесточение кредитования и удаленная работа давят на коммерческую недвижимость. Ну а триллионное высасывание ликвидности из рынка, которое будет совершать Джанет Йеллен, отправит эти растущие ставки еще выше. Поэтому ужесточение кредитования станет еще более жестким при таких сценариях. То есть нас еще и ожидает кредитный кризис. Банки и так неохотно кредитуют, как мы с тобой уже говорили в других видео. Поэтому это усугубит проблему коммерческой недвижимости. И давай не будем забывать о той маленькой проблеме зомби-компании, которую испытывает экономика. Об этом мы тоже говорили. Рост банкротств на 216% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Кредитный кризис уже привел к пику банкротств за 48 часов, как передает Bloomberg. За выходные 7 крупных корпораций подали заявление о банкротстве. Почему? Потому что становится все дороже занимать деньги. Кроме этого, банки занимают их неохотно. У нас есть компании-зомби по всей экономике. Единственная причина, по которой они еще не вышли из бизнеса, почему они еще живы, заключается в том, что им удавалось брать дешевые кредиты. Без этого они уже давно были бы мертвы. Это начинает становиться проблемой. За выходные 7 различных компаний подали заявление о банкротстве. И эта проблема усугубится, когда Джанет Йеллен займет триллион долларов. Так что отвлекись на секунду от сделки о потолке долга и начни думать о том, что может произойти дальше. Ты можешь сидеть и слушать Джанет Йеллен, Джо Байдена, Джерома Паула и других, когда они уверяют нас, что банки надежны и хорошо капитализированы. И что депозиты в безопасности в этих банках. Или же ты можешь посмотреть на тенденцию банкротства банков, падение стоимости коммерческой недвижимости и прекращение деятельности компаний из-за высоких процентных ставок. А затем ты должен спросить себя, что произойдет, когда Джанет Йеллен займет еще один триллион долларов. И эти процентные ставки пойдут еще выше. Береги себя. Увидимся в новых видео. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова